Друзья, всем привет! Вы на канале FieldTime, с вами как всегда Станислав и сегодня мы будем рассматривать механическую версию нашумевших TESO PRX. В начале 2021 года бренд TESO перевыпустили свою же культовую модель 1978 года. Варианты были только с кварцевыми механизмами. Сегодня бренд дополнил свою линейку механикой на механизме Powermatic 80. Я взял на обзор версию с кожаным ремешком. В Украину также доехали и другие вариации на браслетах. Любую из этих версий вы можете купить как в нашем интернет-магазине FieldTime, так и в сети наших партнеров самой крупной часовой сети Украины в магазине DECO. Ссылки я оставляю в описании к этому ролику. Разумеется, что у нас вы покупаете только оригинальные часы с гарантией 2 года. Многие говорят, что данные модели это Ademar Piguet Royal Oak для бедных. Такие наблюдения, конечно же, имеют место быть, но по той же логике можно сказать, что и Maurice Lacroix это тоже Ademar Piguet для среднего класса. А Certina DS Action для тех, кто не заработал на ролик Submariner. На самом деле, если в часовой теме копать глубже, то может обнаружиться, что подобная форма корпуса изначально была сделана далеко не брендом Ademar Piguet. В любом случае, сегодня модно перезапускать культовые часы прошлого столетия и швейцарские бренды с удовольствием идут по этому тренду. TESO не стал исключением. Корпус имеет угловатую форму бочки с уже более нежной формой ранта. Корпус практически весь сатинирован. Есть тоненькая полосочка полировки на стыке боковой и верхней поверхности. Плюс полирован рант с частью задней крышки часов. Подделки в этой модели однозначно все очень хорошо. Стекло сэпфировое с антибликовым покрытием немного возвышается над уровнем ранта. Материал корпуса нержавеющая. Сталь 316L. Размеры диаметр 40 мм. От ушка до ушка 44,5 мм. Толщина 10,9 мм. Вес 84 грамма. На моей руке 18 см в обхвате сидят как влитые. Здесь же покажу вам версию с черным циферблатом. И кварцевую версию на браслете. Кварцевая версия идентична по размерам и дизайну механики. Разница заключается в толщине. На кварца на 10,4 мм. На механике 10,9 мм. Это обусловлено размером механизма. И кварцевые версии имеют гладкие циферблаты, когда на механической версии вы можете видеть красивую текстуру квадратов. В целом я кайфанул от циферблата. Смотрится просто и дорого одновременно. Очень красивый глубокий синий цвет. Причем не при каждом освещении и угле обзора это определишь. Иногда возникает ощущение, что циферблат черный. Стрелки и метки часов полированы. Метки накладные. Посмотрите, насколько они тонкие, элегантные и как красиво возвышаются над циферблатом. Причем при такой толщине меток Тесот умудрились добавить на них швейцарскую супер-люминолу. В верхней части циферблата прописан бренд в нижней коллекции PRX, что расшифровывается как Precision – точность, Reliability – надежность и X – это 10, то есть 10 бар водозащита или 100 метров. И указан механизм PowerMatic 80. В данной модели установлен швейцарский механизм PowerMatic 80.3 единицы с огромным запасом хода 80 часов. Работает он на частоте 21600 полуколебаний в час и имеет титановую пружину Nivachron, устойчивую к магнитным воздействиям и встряскам. Проследить за работой механизма вы можете через прозрачную заднюю крышку часов. Он неплохо отделан, плюс приятно, что маятник брендирован. Ремешок сделан из натуральной кожи коровы под аллигатора. Впечатления от ремня приятные. Смотрится хорошо, кожа приятной, застежка мощная и внушает доверие. Система быстрой замены также плюс, но стоит понимать, что крепление нестандартное. И сюда станет либо оригинальный ремешок браслет Tissot, либо нужно шить кастомный ремешок у мастера. В любом случае у нас вы всегда можете купить оригинал. Это не дефицит. Я готов подводить итоги. Цена этой модели колеблется в нашем магазине и в сети наших партнеров DECO. От 28340 гривен на версии с кожаным ремешком до 31070 гривен на самой дорогой биполярной... Господи, бикалорной версии на браслете. Лично у меня не возникает ощущения, что эта цена не обоснована. Часы классно сделаны, узнаваемы, имеют красивый, лаконичный, дорогой циферблат, отличный механизм. Плюс это Tissot. Этот бренд у нас любят настолько, что даже по праздникам на него скидки особо не дают. И так хорошо продается. Важно, что кварцевая версия буквально в два раза дешевле при том же дизайне и качестве. Поэтому, если механика для вас не принципиальна, вот вам еще куда более доступный вариант. На этом у меня все. Жду ваши комментарии о часах. Особенно интересно мнение тех, кто уже является владельцем модели. Ну а с вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok